Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Виктор Иванович Савских, директор Коалекционного центра ЖКХ Энергетики. Сегодня в рамках исполнения государственного задания мы с вами проведем очередной вебинар. Тема нашего сегодняшнего вебинара – это порядок и сроки подписания акта выполненных работ. Я думаю, значимость этой темы не стоит особенно обговаривать. Почему? Потому что акты выполненных работ – это подтверждение того, что работы по содержанию и текущему ремонту на квартирном доме, произведенные на ваши деньги, выполненные в полном объеме и без всяких претензий. То есть это очень важный завершающий этап, когда выполняются работы по капитальному ремонту, а все, весь процесс, сами знаете, начинается с того, что общее собрание собственников или оно передает эти полномочия совету дома планирует план работ по текущему ремонту на следующий год. И в соответствии с этими пожеланиями общего собрания или совета дома управляющая организация обязана выполнять и услуги, и работы по содержанию и к текущему ремонту на квартирного дома. И все вот эти работы и представления этих услуг заканчиваются актами. То есть об этом мы сегодня и будем говорить. Значит, я сейчас представлю вам презентацию, на основании которой мы с вами и будем говорить. Надеюсь, всем видно ее, да? Итак, начнем с того, что ответственность управляющей организации перед собственниками. Это касается вопросов управления многоквартирными домами, да, это касается и предоставления услуг и выполнения работы. При управлении многоквартирным домом управляющая организация, она также несет ответственность перед собственниками за оказание всех услуг и выполнение работ, которые обеспечивают надлежащие содержание общего имущества многоквартирном доме. Это пункт 2.2.2.3 части 2.161 статьи Живничного кодекса Российской Федерации, создавая благоприятные и безопасные условия проживания граждан. Это то, что касается вопросов управления многоквартирным домом, то же самое касается и выполнения работ и услуг по общему имуществу многоквартирного дома. Значит, что включает в себя перечень работы услуг? Кратце мы пробежимся по этому поводу. Перечень работы услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества, утвержденной на общем собрании, либо, как я уже сказал, это общее собрание может поручить эти полномочия совету дома, должен содержать объемы, стоимость, периодичность, график и сроки проведения оказания услуг, выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома. Это пункт 8 правил 416, пункт 17, 491 правил и пункт 2 части 3 статьи 162 ЖК РФ. То есть вот этот перечень работ должен включать, еще раз повторюсь, объемы, стоимость, периодичность, график и сроки оказания работ или выполнения услуг или работ. То есть вот эти параметры обязательно должны быть прописаны. Значит, порядок проверки работы услуг. Председатель Совета дома в соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1, это полномочия Совета дома, осуществляет контроль за выполнением обязательств по заключенным договорам, оказанием услуг и выполнением работ по содержанию и ремонту общего имущества на квартирном доме, на основании доверенности, выданной собственникам, или действуя без доверенности, в случае, если общее собрание наделит его такими полномочиями, и наделит его полномочиями подписывать акты приемки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома. Мы рекомендуем всем председателям Советов домов обязательно включать в повестку дня собрание, когда вы проводите очередное общее собрание, или выбираете Совет дома, после того, как вы избираете Совет дома, избираете председателя Совета дома, обязательно необходимо к общим собраниям передать полномочия на подписание актов выполненных работ до председателя Совета дома и передать полномочия по утверждению плана работ по текущему ремонту Совету дома. Тогда вам не надо будет собирать отдельное общее собрание собственников для того, чтобы утвердить вот этот план работы. То есть Совет дома в своемодействии с управляющей компанией сам определит эти виды работ и, соответственно, уже даст задание управляющей компанией на выполнение этих работ. Собственники помещений вправе проверять объемы, качество и периодичность оказания услуг и выполнения работы. Это правило содержания общего имущества 491-е постановление. Ну, еще раз говорю, вот эти нормы, они как раз открытаны в статье 161.1. То есть собственник, это может быть председатель Совета дома, это может быть любой собственник, тому, кому собственники поручат выполнять эти действия. Акт проверки. Сам акт проверки. Сведения об оказании услуг и выполнении работы отражаются в актах, составляемых по форме, установленной приказом Минстроя Российской Федерации от 26 октября 2015 года номер 761 ПР и является составной частью технической документации многоквартирного дома. Это 491-е правило, которое определяет состав технической документации. То есть, таким образом, форма акта выполнения работ или услуг, она является прописанной вот в этом приказе 761. Форма акта уже у нас есть. И если вам представляют какую-то другую форму акта, это уже будет незаконно. Почему? Потому что и управляющая организация, и ресурсоснабжающая организация, все те, кто оказывает нам услуги или выполняет какие-то работы, форма акта должна быть единой. Вот такие вот формы акта, которые я взял вот с этого приказа, да, вот утверден приказом Минстроя, и пошел акт, такие-то, такие, все это расписано, кто, как и что должен делать. Вот в этих актах. Вот он, такой, такая форма у него, этого акта. Сейчас я вот, чтобы можно было вам получше увидеть. Приемки оказанных услуг или выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества на квартирном доме. Акт приемки указанных работ собственника помещения на квартирном доме, расположенном по адресу в таком-то таком-то, именуемый в дальнейшем заказчик в лице того же председателя Совета дома, если его наделили этим правом, да, подписывать эти акты, тогда вот он здесь, извините, тогда он здесь как раз у нас и заполняется. Вот его фамилия, имя, отчество, да, в лице такого-то, являющегося собственником квартиры такой-то в данном доме, действующий по, на основании решения общего собрания собственников дома, такой-такой-то. И исполнитель в лице то-то, то-то, та организация, которая выполняет эти работы на основании договора, допустим, подряда и прочее. С другой стороны, стороны, настоящий акт о том, что, и дальше перечисляется, какие виды работ, какое состояние и прочее, и прочее. Итого за период с такого-то работы связано, общую сумму, такую-то. То есть в акте должно быть обязательно прописан виды работ и стоимость каждого из этих видов работ. Дальше. Обязательные реквизиты этого акта. Какие должны быть обязательные реквизиты? Их определяет ГОСТ Р7.0.8. Десять обязательных реквизитов для любого акта. Первое. Наименование организации, автора документа, то есть управляющая организация. Наименование структурного подразделения. Это может быть какое-то структурное подразделение управляющей компании. Наименование вида документа, акт. Дата, время, составление, когда это составлено. Регистрационный номер, то есть обязательно акты все должны быть номерные. Гриф утверждения, если акт утверждает руководитель. Заголовок к тексту, текст самого документа, это акт, отметки о приложении и подписи. А что интересно, отметка о приложении. Приложение может быть и оно в принципе возможно, приложение к акту. То есть особое мнение кого-то из членов комиссии. Оно является неотъемлемой частью этого акта и прикладывается к этому акту. То есть если кто-то не согласен с тем, что будет прописано в этом акте, он обязательно должен сделать свои замечания и сделать вот это приложение. Многие вопросы задают, а обязан ли председатель обязательно подписывать акт выполненных работ? Мы не же будем говорить об этом, но я сразу говорю, я рекомендую всем, кто имеет такую возможность и обязанность по подписанию актов выполненных работ, обязательно их подписывать. Почему? Потому что если вы с чем-то не согласны, какой-то вид работ вас не устраивает, качество вас не устраивает, вы можете подписать и написать имею особое мнение, и вот это особое мнение должно быть приложением к акту, то есть ваша позиция по тому или иному виду работ или по качеству их выполнения. Ну и соответственно подписи естественно этого акта. Дальше количество экземпляров акта. Вот здесь два варианта. Правильно и желательно избегать. Настоящий акт составим в трех экземплярах, просто в трех экземплярах. Но нежелательно так писать. Почему? Потому что надо конкретно написать. Первый экземпляр для собственника, тот, который подписал это так, для собственника другого, если он присутствовал там, да, и для управляющей компании такой-то, такой-то. То есть каждый должен четко прописать, что первый экземпляр тому, второй тому, третий тому. То есть составляется количество экземпляров акта таким, сколько членов комиссии, которые принимают эти виды работ. Поэтому вот здесь желательно четко прописать уже, кому какой экземпляр достается. Как указывать замечание в акте? Вот то, что мы говорили. Сторона акта или члены комиссии могут указать в акте свои замечания и даже несогласия с тем, что указано в акте. Если есть разногласия между членами комиссиями, в акте указывает мнение большинства. Понятно, там идет, принимается это так, большинством, кто согласен и кто не согласен. Члены комиссии, которые не согласен с выводами большинства, вправе выразить свое мнение отдельно. То есть то, о чем я говорил, это идет приложение к акту. Особое мнение такого члена комиссии оформляется отдельно в виде приложения. Информацию о приложении с особым мнением указывают в выводах акта. Обязательно должно быть указано, что к этому акту еще и есть приложение с выражением особого мнения члена комиссии такого-то. И приложение является, естественно, неотъемлемой частью вот этого акта. Поэтому здесь обязательно еще раз повторю, если даже вы не согласны с качеством, с объемами и прочее, акт подписывать надо, но вот это особое мнение свое необходимо выразить. Дальше. Сроки оформления актов. Они определяются в соответствии с фактическими сроками оказания или выполнения работы или услуг. Значит, надо ориентироваться на те сроки, которые прописаны в договоре управления многоквартирным домом. То есть, если в договоре управления написано, что управляющая организация ежемесячно предоставляет акты на проверку и подписание, значит, это ежемесячно. Если она прописала в договоре, что ежеквартально или раз в полугодие, да, раз в год, то есть, это, еще раз говорю, на усмотрение собственников и управляющей организации. Значит, я бы рекомендовал все-таки прописать в договоре управления обязательно ежемесячное подписание актов выполненных работ. актов. Почему? Значит, если будет у вас раз в квартал или раз в полугодие или раз в год, да, то вы, в принципе, можете те виды работ, которые, допустим, в январе, феврале выполнялись, а вы будете подписывать в ноябре, в декабре месяце, да, ну, как-то не совсем правильно будет, да, спустя 6-7-8 месяцев после выполнения работ вы будете подписывать эти акты. В том модельном договоре, который мы готовили и сейчас перерабатываем, модельный договор, который готовился депутатами Губернской думы, ГЖИ, Общественной палатой, и ЖКХ-контроль, мы там прописали ежемесячное представление актов на подписание. Для чего? И прописали механизм, что управляющая компания представляет акты выполненных работ, совет дума в течение 50 дней, должен проверить эти работы. Суть-то в чем? Ведь подписывает один, но проверять-то могут все, весь совет дома, или те грамотные специалисты, или собственники, которые есть у вас в доме, по тем или иным направлениям, где они возможно что-то понимают, да, то есть они выходят на место и смотрят, там, замена, допустим, 10 погонных метров трубы холодного или горячего вознабжения. Пришли, посмотрели, 10 метров, 10, замеряли, 10, диаметр такой, такой, труба такая, такая, все, тогда можно смело подписывать этот акт выполненных работ. Там задвижки поменяли, какие, что, чтобы видно было, вот пришли, и представители управляющей организации нам показывают, вот задвижку поменяли, вот здесь трубу, вот здесь это, вот здесь это, вот это, то есть все это наглядно увидели, и после этого смело можно подписывать акт. Если пройдет 5-6 месяцев, и вам будут показывать, там, извините, тяжело будет сориентироваться новая поставленная задвижка, или она уже эксплуатируется несколько лет. Поэтому желательно еще раз ежемесячно договаривать с управляющей компанией о предоставлении актов выполненных работ. Что еще дальше? Кто подписывает акты? Управляющая организация, как исполнитель, представитель собственников, уполномоченный на такие действия общим собранием собственников. То есть то, о чем мы говорили. Это может быть председатель, это может быть какой-то из собственников, членов совета дома. А со стороны управляющей компании акты подписывает руководитель с правом единоличной подписи или иное лицо по доверенности, которое может выполнять эти действия. Со стороны собственников акт подписывает собственник, председатель совета дома, наделенный этим правом по доверенности или по решению общего собрания. В ТСЖ и ЖСК порядок подписания актов определяется уставом ТСЖ и ЖСК. То есть там четко прописано должно быть в уставе, кто имеет право на подписание актов выполненных работ. Это, как правило, председатель ТСЖ или председатель ЖСК. Что делать с актами после их подписания? Значит, акты хранятся. Значит, большинство актов это относится к технической документации дома. И хранить они должны, храниться должны в управляющей организации 491 постановления под пункт Б, пункта 24, 27, 491 постановления. Это техническая документация на дом. Дальше. Размещать акты в ГИС-ЖПХ в течение 7 дней с момента их подписания. На главной странице личного кабинета перейти в раздел информации по дому, затем в раздел информация о перечнях работ и услуг. И есть там такая ссылка оценка качества. Вот там должны находиться все акты выполненных работ. Я рекомендую все-таки всем подписаться и войти в личный кабинет в системе ГИС-ЖПХ и вы сможете пользоваться и в том числе получать информацию о тех актах, которые уже есть у вас на доме. То есть вы можете это посмотреть. Раньше эта опция была недоступна, сейчас она доступна и ей можно пользоваться. Дальше представлять собственникам возможность ознакомиться с актами. Если требует информация раскрыта в необходимом объеме и установлена способом, то есть она размещена в системе ГИС-ЖПХ, то управляющая компания, если вы обратились, пожалуйста, придайте мне, представьте акты выполненных работ, управляющая компания вам может сказать, пожалуйста, в системе ГИС-ЖПХ вот в таком-то разделе можете посмотреть все эти акты. То есть если информация размещена в системе ГИС-ЖПХ, управляющая компания имеет полное право дать вам ссылку на эти документы и отослать вас в в эту систему ГИС-ЖПХ, где вы можете ознакомиться со всеми этими документами. Это касается в том числе и протоколов общих собраний, планов работ текущего ремонта и так далее и тому подобное. Дальше. Если управляющая компания ТСЖ-ЖСК не разместили информацию в ГИС-ЖПХ, такое тоже бывает, то предложите собственнику ознакомиться с актами, например, в офисе управляющей компании, согласуя для этого определенное время. То есть, если по тем или иным причинам вы не разместили, вы должны предоставить такую возможность ознакомиться с актами собственником в офисе управляющей компании. Значит, копии предоставлять не обязаны управляющей компании. Ну, в крайнем случае есть возможность, просто можно сфотографировать это как вариант того, что это не копия, это просто фотография будет. Значит, размещение актов в системе ГИС-ЖКХ. Вот 28 января 23 года произошло обновление функционала ГИС-ЖКХ. Одной из главных доработок этой версии стала как раз возможность размещать и просматривать акты выполненных работ. С этой датой управляющие домами обязаны размещать акты в системе не позднее семи дней со дня их подписания. То есть, если акты подписаны в течение семи дней, управляющая организация обязана их разместить. А там, где их смотреть, мы с вами уже разобрались. Да, в личном кабинете вы можете все это смотреть. Дальше. периодичность оформления актов. Мы уже начали говорить об этом, да, раз в год, каждые полугодия, ежеквартально, ежемесячно. Это как прописано в договоре управления. В случае отсутствия такого пункта в договоре управления, периодичность активации работ, актирования, вернее, извините, работ, должно составлять не реже одного раза в год. То есть это соответствует горизонту планирования работ. То есть мы планируем на год, да, но и через год подписываем все эти акты. Но я сразу говорю, это неправильно, это неправильно, поэтому, уважаемые коллеги, в любом случае принимайте какие-то дополнительные соглашения на общем собрании, выносите изменения в договор и хотя бы раз в квартал подписывайте эти акты, решайте вопросы управляющей компанией. В противном случае вы уже забудете про все эти работы, вы уже не сможете определить какая там задвижка поставлена, новая или БУ, какая труба там поставлена, новая или БУ, какие работы там были сделаны, да, спустя полгода тяжело что-то оценивать или спустя год, поэтому желательно это все делать, оптимальный вариант, раз в месяц, но в крайнем случае раз в квартал, тогда вы будете ориентироваться и реально будете видеть, какие виды работ у вас на доме происходят, а это очень важно для того, чтобы вы потом могли это все рассказать о собственниках этого многоквартирного дома. Учитывая, что работа по текущему ремонту выполнять периодически и по своей сути является подрядом, их можно актировать отдельно по мере выполнения, это тоже вариант, по мере выполнения, то есть работы запланированы допустим в первом квартале, втором квартале, в третьем, четвертом квартале, то что определила управляющая компания, и по мере выполнения работ управляющая компания обязана предоставить допустим председателю совета дома акт подписания акта выполненных работ, и председатель совета дома берет наиболее активных членов совета дома, те, кто понимает, что-то в этом, выходит на этот объект, смотрит, если со всеми согласны вопросами, а он подписывает эти акты. Значит, еще один момент, о котором я здесь не буду говорить, но его тоже надо знать. Если управляющая компания в течение года выполнит все те работы, которые вы ей заказывали, и с вашей стороны никаких нареканий не будет по выполнению работ, по качеству выполнения работ, но они их выполнят за меньший объем средств, который был предусмотрен, то вот эта разница, которую они сэкономили, она может пойти в доход управляющей компании по итогам работы за год. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ваши деньги уходили в доход управляющей компании, то вы при подписании актов, выполненных работ или услуг, вы должны обязательно какие-то недочеты показать. Вот если работа выполнена, и там есть какие-то определенные недочеты, или с чем вы не согласны, то тогда вот эта разница, которая у них образуется, им в доход уже не идет. Такой вот нюанс, но он в соответствии с требованиям законодательства. Поэтому имейте в виду, вот это обязательно в актах выполненных работ, если есть реальные, я подчеркиваю, здесь не надо никаких придирок, если есть реальные какие-то вопросы некачественного выполнения работы или предоставления услуг, об этом надо писать, об этом надо писать, указывать в акте. Потому что если все хорошо, дай бог, я ничего против не имею. У нас такие есть тоже компании, которые все делают хорошо и никаких вопросов не возникает. Но если есть недостатки, их обязательно необходимо указывать. Группировка актов по видам. Работа необходимая для надлежащего содержания несущих конструкций, то есть это один вид, да, надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического оборудования, содержание иного общего имущества и по текущему ремонту общего имущества. То есть это такая примерная группировка этих видов актов, она не стоит принципиально, нам не важно, к какой группе это будет относиться, главное, что это работы по текущему ремонту. Можете ли председательство дома не подписывать актов выполненных работ? Согласно пункту 1 ст. 720 Гражданского кодекса, заказчик обязан в порядке и в сроке, которые предусмотрены договором с участием подрядчика, осмотреть и принять выполненные работы. То есть подписывать акты необходимо. Но, еще раз говорю, если у вас есть какие-то претензии к работам, услугам, вы обязаны это все изложить в своем особым мнении, указать об этом в акте выполненных работ. Я еще раз подчеркну, это как раз будет, с одной стороны, тем действием, на основании которого сэкономленные средства управляющей компании не смогут пойти ей в доход. Это тоже надо иметь в виду. Сколько нужно хранить акты выполненных работ по содержанию общего имущества? Эти акты хранятся в течение пяти лет. После года, когда в последний раз и пользовался, ну, подписывался этот акт. Это перечень, утвержденная приказом Росархива от 20.19.2019 года номер 236. То есть эти акты, еще раз подчеркну, должны храниться в течение пяти лет. Отказ от составления акта. Значит, за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению домом могут назначаться одно из наказаний. Для должностных лиц от 50 до 100 тысяч или дисквалификации до трех лет. Для юридических лиц штраф 150-250 тысяч рублей. Это если, это если еще раз говорю, это вопросы управления многоквартирным домом. И составление актов, выполненных работ или оказанных услуг, это то же самое входит в состав, перечень работ по управлению многоквартирным домом. И если вам не предоставляются такие акты, и управляющая организация игнорирует ваши требования, то вот последствия для них могут быть такие. То есть, это наказание рублем, будем говорить. Значит, это наказание распространяется только в отношении управляющих организаций, потому что они ведут предпринимательскую деятельность на основании договоров управления. То есть, вы здесь должны понять, что это касается только управляющей компании. Это тех компаний, которые имеют лицензии. Обслуживающая компания. ТСЖ, ЖСК, это организация, которая не имеет лицензии. Поэтому на них это требование не распространяется. Но обслуживающая компания, как правило, непосредственный способ управления. Мы сейчас говорим о таких многоквартирных домах больших, там, где договор управления, и вот это вот все выстраивается в соответствии с этим договором управления. Так, это мы били. Так, это уже, а, мы назад пошли. Таким образом, таким образом, давайте мы это выключим. Это мы выключим, да. и в качестве подведения итогов общего того, что мы сегодня сказали, что, во-первых, акты выполненных работ необходимо подписывать в любом случае и определить, желательно, в договоре управления ежемесячно выполнять эти работы по подписанию актов. Либо по мере выполнения работ. тогда это будет оптимальный вариант, и вы будете иметь возможность своевременно проверить эти работы и подписать эти акты. То есть, этот акт является основанием для того, чтобы управляющая компания подтвердила то, что она выполнена, ваш заказ по выполнению работ текущего ремонта, либо каких-то услуг. Поэтому, уважаемые коллеги, пользуйтесь тем, что есть такая возможность в системе ГИС-ЖКХ. Можете зайти в личный кабинет и посмотреть акты выполненных работ по вашему дому. В этих актах должно быть написано вид работ обязательно и сто, и масть. Поэтому, уважаемые коллеги, прошу вас серьезно подойти к этому документу, к его заполнению, к его подписанию. Не просто подписывать ту бумажку, которую дает управляющая компания, а обязательно необходимо посмотреть, а действительно ли эти работы выполнены или услуги этих выполнены. На этом я заканчиваю. Спасибо вам за внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok